61 год назад свои двери впервые открыл ливерпульский клуб The Coven. Там дебютировала легендарная четвёрка, а после квартет отыграл в этом клубе ещё около 300 концертов. Любовь слушателей The Beatles завоевали буквально сразу. Однако пик всемирной популярности квартета приходится на середину 60-х годов. Тогда и зародилось понятие битломания. В 70-м группы не стало, но легендарный коллектив с годами лишь обретает ещё больше слушателей. Мои родители слушали Битл со времен своей молодости. Нам прививали это с детства. Мы выросли на жёлтой подводной лодке, мы учили английский по этому мультику. Они крутые. Любимые произведения. Есть у них песня такая Hard Days Night. Вот, наверное, она. Я, в принципе, Битлз всё слушаю. Практически всё нравится. Так что сказать, чтобы что-то любимое было бы. Ну, имэджин, наверное. Наиболее известное это Истаде, а наиболее любимой такой нету. Знаком с этой группой, но не причисляю к числу фанатов. На петь можете? Нет, нет, нет. Я засмущался. Я побежал на стол. Битлз совершили революцию в музыке. Мало молодых коллективов, которые не перепевали всеми любимые песни. Есть кавер и в репертуаре севастопольской группы «Фэллос». Без этой песни не обходится ни один их концерт. Однако связывает их не только это. Похоже, их коллективы и по составу, утверждает фронтмен-группы. Однажды даже пришлось изображать легендарную группу на сцене. Международный день Битлз музыканты проведут по-своему. Пытаюсь, знаете, сотворить что-то новое, как они сотворили. Я бы взял пример с них творить неустанно. А пока музыканты творят, Юлия Ефремова и Мария Буйлова поработали и тихонько напевают. It's been a hard day's night. Информационный канал Севастополя.